итак коллеги всем здрасте сегодня у нас часть номер 9 по проекту только факты и речь пойдет сегодня об объединении и минификации я сознательно изменил план план реализации которая описана в гитхабе и вот почему на самом деле при реализации каких-то вьюшек то есть каких-то представлений на юаре то есть если писать конкретный хатомальный код то теоретически потребуется использование css и собственно крых это мел тегов надо понимать что тот фреймворк который называется bootstrap я использую своем проекте он собственно гряд дает практически все необходимые начальные базовые правильный юай но тем не менее существует вероятность что потребуется написание каких-то ну css ных файлов кастомных да может где-то править придется существующие настройки bootstrap и возможно потребуется писать gs ну то есть javascript какой-то функционал ну я вообще на самом деле вы не планирую писать использовать жестко blazer но единственное что blazer общается с дом-моделью через джесс и в общем-то этот код придется писать не думаю что будет много но тем не менее он будет идти и таким образом получается что наличие статичных файлов ну в частности css файлов которых разметка каскадных стилях то есть каскадные стиле для разметки html и gs файлы который может быть какой-то минимальный функционал все равно придется писать на джессе так вот вот эти количество файлов они в общем-то возрастают и мне нужно будет сделать таким образом чтобы произвести увеличение производительности что я имею ввиду как вы все знаете браузер не отправлен при открытии какой-нибудь странице отправляет не 100 тысяч миллионов запросов к этому серверу а какой-то ограниченный ну насколько помню всего лишь 6 то есть если у вас есть страничка в которой там есть html и на ней там 10 картинок и там один css файл и 6 скриптов то нужно понимать что все они будут загружаться последовательно папа шесть штук загрузился 6 загрузится сетнуть не загружаться 7 они все сразу там 34 файла или сколько там их я не знал считайте сами другими словами что загрузка время загрузки увеличится таким образом объединение файлов в один файл ну то есть однотипных и сжатие их размера позволит вам существенно ускорить вот эту самую загрузку вашей страницы и в общем такое понятие как объединение минификация она от английского слова bundle или bundling то есть объединение минификация да то есть bundle вообще объединение грубо говоря минификация сюда сбоку припек в общем как бы это один процесс и в общем который делится на два варианта то есть на два подпроцесса да это объединение файлов однотипных соответственно ну джессов все в джесс собственно css все в css и их минификация при этом то есть количество строчек уменьшается выкидывается ненужный символ но в этом по порядку и так что такое объединение объединение позволяет несколько файлов однотипных то джессов или css в один файл другими словами количество запросов на сервер для отображения браузере уменьшится в некоторых браузеров ну в общем даже существенно что такое минификация минификация удаляет из кода ненужные символы комментарии например или пробелы или вот такого рода абсолютно бесполезную ну в общем для разработчика важную информацию возможно важно и при этом функциональность остается предыдущим то есть нетронутая как работал файл джесс например так он и работает ну и надо сказать для примера допустим у вас есть какой-нибудь джесс метод который допустим просто как каким-то образом меняет атрибуты у какого-нибудь изображения ну вот выглядит он примерно вот таким вот образом смотрите много комментариев для разработчика круто он видно вел на какой-то там объект увидел его подсказку что это значит очень удобно но когда вы выкладываете на продакшн код вам абсолютно не нужно никто это читать не будет и в общем-то бесполезная трата времени загружать не нужные символы таким образом проведя минификацию объекта можно уменьшить его размер иногда даже в разы раз не говоря уже там что сильно сократить количество можно как бы увеличить не читаемость файла в общем если хакеры будут взламывать ваш сайт им будет труднее разобраться хотя конечно кому нужен ваш сайт и в общем если говорить по производительность то она на самом деле существенно увеличивается ну вот если говорить про такую табличку она придена на сайте microsoft а я ссылку скину в описании в общем производительность бывает при большом количестве файлов очень большая если их не очень много то может быть и незаметно но тем не менее может быть объемы не так заметно то есть когда файл большого размера и он сжимается потому что современной скорости позволяет загружать быстро файлы любого размера а вот количество их на самом деле браузер и все равно news не умеют обрабатывать и все сразу 100 файлов загружая их одновременно а уже загружает по очереди не больше там шести по моему насколько я помню за один присест ну и в общем наверно мне нужно рассказать что это такое но перед тем как рассказать давайте парочку слайдов еще прокручу по поводу того чем мы тут занимаемся давайте в этот раз я помолчу и мы посидим в тишине буквально там 30 секунд хотя нет наверное расскажу раз у нас проект факты поэтому такой факт лучшие повара это мужчины а лучшие поварихи это женщины но в общем чего нужно начать я изменил немножко план реализации у нас появился новый пункт который звучит ой вот так вот и который находится вот в этом месте сейчас мы как раз и вы будем делать и на сказать честно что я тут ничего не выдумывал есть у микро у майкрософта это описание именно отсюда бы приводил пример но в общем опять же хочу сказать что тут выдумывать мало что нужно ну вот кстати да я хотел настроить смотрите почему я всегда пользую английскую инструкцию ну потому что вот это вот полная чушь и есть и включить на английском языке то есть без машинного перевода то звучит это уже немножко по-другому тут нет такого понятия как бандал конфиг . razer в общем так нечисличане заметил и в общем первое что мне нужно сделать это создать эту самую модификацию потому что у меня есть css у меня есть gs они правда пока практически пусты и тем не менее давайте это сделаем чтобы проверить что это у нас работает я создаю файл который описан на сайте мтс фу мтс на сайте microsoft а и я грубо говоря просто тупо скопирую что там есть и вставлю свой проект у меня совпадает пути совпадает css и в общем там дальше где-то написано что нужно дальше сделать все чудно и замечательно нужно использовать bundle together minify true да и в общем если появится какой-то другой файл ну я не буду изобретать велосипеда на самом деле стройка вот этих вот всех с файлов которые статичны она настолько ну индивидуально для каждого проекта поэтому я покажу общие принципы ну а если вам интересно я вас прошу обратиться к документации в общем то в общем то здесь у нас на самом деле все понятно расписано и так я скопировал файл так давайте проверим что вот так я скопировал дальше что мне нужно сделать мне нужно сделать где-то здесь была ссылочка а да на и кстати смотрите при старте приложения где-то здесь у нас есть приложение вот здесь то есть на главной странице есть такая штука как ну вот смотрите вот у меня есть файлы здесь вместе jquery и есть у меня такая такой хелпер да тэг-хелпер environment вот и здесь можно указать эксклуд и инклуд ну например если у меня будет эксклуд девелопер ну то есть давайте покажу здесь на на картинке то есть если здесь эксклуд девелопер то есть значить исключая девелопер это будет конечно инклуда Northwestа это значит включаю дебаг режим для вот этих вот файлов, то есть они не пережаты а эксклуд девелопер то есть исключая разработчике вот этот режим режим дебага все остальное будет минифицирована ну и в общем есть даже так называемые fallback ссылки когда в крайнем случае загружается они в общем является там дополнительная версия подключается чтобы избежать там каширования ну в общем это на самом деле удобно то есть include development она включает для разработки а x club то есть исключая вот этот разруб то есть это значит грубо говоря production ну в общем я пока это тоже не буду использовать я просто показал что это есть может быть потом когда буду делать диплой и сейчас мне нужно чтобы вот этот вот комик заработал сейчас мне нужно подключить тот самый минификатор и где-то здесь он должен быть так я его потерял так сейчас я сниму выделение и где-то здесь должен же быть на вот она минификатор ну в общем я вот так того скопируем и установлю смотрите сейчас я нажимаю build без установки и у меня файлы не меняются то есть build проходит файлы не меняется так это какой-то нонсенс в эти еще раз build да вот я запустил build нет файлы так еще раз давайте build возможно я у меня как-то из кэша подтягивается в принципе так вот да вот сейчас у меня этот бандал не установлен и поэтому никакой минификации не произошло у меня установлен специальный этот так называемый экстеншен для visual studio поэтому я здесь вот такая штука есть ну может быть когда-нибудь это вообще visual studio будет встроена но тем не менее даже если мне это встроено вот build прошел ничего не изменилось теперь я устанавливаю этот самый пакетч вот этот вот который скопировал control-v так начали пробел нужно убрать вот он этот пакетч и тут у нас install берем закрою и смотрите просто ну вот я даже ничего не компилировал у меня автоматически появились минифицированные файлы но так как у меня js содержит только комментарии они были вырезаны и файл оказался пустой а вот что касается css разметки то есть вот так вот а после того как она все после того как минификация как вы заметили автоматическая произошла даже билдить не нужно вот такой вот появился файл и продолжая эксперименты давайте все это закрываем давайте создадим еще один файл который будет называться например сайт пусть называется сайт 1.js ну так для приличия до чтобы был давайте здесь напишем какой-нибудь фанкшен пусть называется там ну шоу alert пусть будет но пусть будет месседж и alert пусть будет тот самый месседж ну я не претендую на аутентичность этой операции пусть она так будет вот но для того чтобы она теперь минифицировалась так где-то здесь нет бандал теоретически мне нужно сюда добавить второй файл который будет называться соответственно 1.js и нажать со кнопку сохранить и теперь я просто нажму сайт джесс вот у меня функция но так как у меня сам сайт пустой но давайте здесь допишем фанкшен пусть называется шоу месседж какой-нибудь да и тут также будет месседж и alert пусть будет тоже месседж ну так для примера и вот я его сохранил переключаясь они наверно все таки нужно сбил эти вам ну то есть собрать проект да может быть нужно переоткрыть да вот у них теперь два то есть она как бы работает сама по себе из коробки грубо говоря очень прикольно и все уже за нас придумали но единственно что если у вас файлов таких вот много и добавлять их вам могут раз два три 4 5 7 не интересно то можно придумать вот такую штуку это вот аутпут для css я вообще скопирую я переключусь таки закрою банду ой смысле банка нужно как раз открыть вот это аутпут а мне нужно и на путь вот это вот все я заменю на то что скопировал то есть мне теперь все файлы во всех папках у которых расширение css кроме . мин вот они будут собираться и вот в этот файл скапливаться ну и можно проверить что работает это или нет давайте проверим да здесь у нас вот так вот сделаем вообще вот это все закроем и сделаем апдейт да вот файлы собрались но теперь можно сделать то же самое давайте сделаем тоже самое и для gs ну чтобы они всегда были одинаковы так у не один файл а вот так звездочка звездочка здесь знак вопроса здесь еще звездочка . мин и скобка открывается . gs сохранить так что то здесь я неправильно написал ну так бывает давайте попробуем а нет все станет не собралось не судя по ошибке давайте проверим еще разочек да судя по ошибке сборщик css а пытается искать файлы в gs и а gs css и давайте добавим явно папку ой здесь css должен быть а здесь соответственно gs чтобы у нас собираемые файлы из этой собираясь gs собираемые файлы из этой собирались css и теперь они никак не не пересекаются давайте сохраним а вот все само собралось и да и получилось и message и получилось и alert ну в общем как вы видите все штука работает в общем на этом смысле можно это как бы забыть другой вариант что у нас здесь есть bootstrap и его можно вот отсюда взять видите он у нас есть собранный есть тот самый бандал который уже вот то есть это не он бандал то то есть не собранный собрана нас вот в мин лежит не в общем то можно добавить туда но я их отдельно добавляю обычно лучше пусть загружается 2 это связано с дебагом ну смысле с отладкой поэтому как бы ну вот такой вот вариант получается и в принципе он меня устраивает больше я пока менять ничего не буду и если мне потребуется какие-то дополнительные каскадные таблицы стилей с какого-нибудь другого я не знаю контрола стороннего я просто сюда его добавлю а система сама соберет ну и gs работает по такому же принципам здесь может быть какой-нибудь другой файл пояса я в принципе удалю это мне теперь не принципиально из сайта я удалю вот этот функционал я сюда буду кое-что другое потом дописывать ну и еще надо сказать что есть разные но это опять же уже больше к вебу относится и в общем-то к юаю ну я в частности я говорю про gs и вообще про концепцию html 5 то есть html 5 5 это css плюс gs в общем-то css 3 в частности и как понимаете css 3 он имеет тоже свои собственные так называемые билдеры которые могут быть и в общем это такая широкая тема на самом деле но и по простому варианту есть css есть разметка в общем если говорить по простому да вот чего мы вы меня обычно склоняете то есть для gs это как бы язык программирования на самом деле достаточно серьезный как заявил в последнее время ну а css это уже готовая разметка и существуют специальные ну так называемые предпроцессоры да ну например сас ну давайте покажу вот сас нету так вот сас ну вот вот так вот да вот даже есть на русском языке то есть это специально предпроцессоры которые могут использовать переменные в css файлах и при вот этот вот процессинге так называемом они эти перемены подменять и генерирует уже непосредственно сам css ну файл css таблицы которые используются в разметке но я не буду предковарить на самом деле для меня это не очень интересно ну возможно мне придется этим заниматься в этом проекте хотя я очень сильно сомневаюсь именно поэтому я подключаю так называемый bootstrap ну и в общем то что дальше ну к так как у нас есть уже сгенерированный контент в общем то мы его уже увидели этот gs min и cs min теперь его нужно подключить и для этого нужно использовать тот самый механизм который я показал чуть-чуть ранее и использовать конечно же этот helper который называется include development development это что называется то что будет подключено в девелопменте и второй вариант это экскул ты сделаем тоже напишу environment нет environment и в данном случае это будет эксклуд уже где в лопмент вот так вот ну и в общем то для чего это нужно ну вот здесь вот у меня сайт он не адаптирован я давайте его прокину вот сюда здесь мне версия не давайте скопирую снова вот эта версия мне здесь не нужно а вот здесь уже будет использоваться мин и я его опущу на использование без девелопмента только то есть получается в продакшене дальше query min это у меня ну теоретически он должен и там и там быть ну давайте пусть здесь будет query я за то чтобы разделять процессы и соответственно bundle min для bootstrap я тоже добавлю сюда и ну можно в принципе не добавлять так давайте вот этот перетащу или сказать чтобы здесь использовался не мин ну то есть bundle это как бы склеенный функционал для как я говорил ранее в общем давайте вот так покажу потому что честно если честно то я на самом деле не очень помню там по моему объединены два скрипта для bootstrap а ой что я нажал давайте вот так покажу проще к вот bootstrap контент до 50 вот он он есть у них стандартные bootstrap ой смысле файлы и есть bundle ну в общем то это уже неважно то есть он объединяет некоторые в этим хелперы которые можно поставить отдельно proper джесс и так далее ну в общем это нюансы это в принципе даже не интересно ну и таким образом получается при компиляции проектов дебаг я получу вот эти самые скрипты наружу при компиляции в релиз то есть в продакшен код я получу минимизированные ну и самое смешное что можно добавить сюда дополнительные штуки такие как ну например sp fallback дает когда допустим скрипт не прочитался или недоступен или еще что-то или наоборот у вас скрипт загружается по скрипту в смысле по ссылке откуда-то с другого сайта и в какой-то момент он не прочитался можно сделать fallback на сайт нас на файл который лежит на вашем сайте и в общем то вы как бы предостережете вот это вот падение она у вас собственно не случится ну и в общем наверное наверное на этом наверное все я наверно показал все что хотел в общем то теперь у меня руки развязаны можно идти дальше и начинать делать страницы давайте я это все закрою и в общем то готов с вами попрощаться наверное наверное на этом все всего доброго спасибо что комментируете и пишите правильный код спасибо 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 спасибо